Добрый день, уважаемые товарищи, уважаемые участники нашего круглого стола. По старому стилю 18 февраля, ровно 100 лет тому назад, началась февральская буржуазная революция. Самое интересное, я вам достал работу, снял с нее копию, она в одном антимпляре Ленинградской, в Питерской библиотеке. Здесь подробно по часам описано, как это начиналось. Причем описывали те, кто реально участвовал в этих событиях. Я просто передам, посмотрите, удивительные картины тех событий. Знаменитый Путиловский завод, первый, по сути дела, 18-го, восстал против сложившихся порядков. Власть отказалась выполнить элементарные их требования. Через три дня, 21 февраля, сбунтовали женщины, которым на Невском не досталось булки хлеба. Они пришли туда с детьми. Когда попросили унять этот бунт, полицмейстера Санкт-Петербурга, тот ответил довольно жестко. С бабами воевать не буду, все сгнило. Через два дня, по сути дела, восстал весь рабочий Петроград. Армия отказалась расправляться. Полиция усердствовала, но это только вызвало ответную, еще более жесткую реакцию. Ситуация развивалась, во многом, драматически и довольно стремительно. Но больше всего меня поразило то, что было накануне. Если вы поднимете исторические документы, в середине декабря 16-го года к царю Николаю II пришли лидеры шести думской фракции. Они образовывали прогрессивный блок. В их составе были только буржуазные партии. Большевики были уже сосланы. Ни одного большевика не было в той царской думе. Эти представители этого блока заявили государю. Государь, страна разваливается, империя организирует, промышленность останавливается, армия дизертирует. Мы накануне краха. Давайте сормируем дееспособное правительство. Царь соглашается. Но как человек безвольный, он через несколько дней отказал. Вот и все покатилось дальше. Открываю подборку газет и материалов январь 17-го года. Ни в одной газете, самой желтой и грязной, ни одного слова, что будет в феврале революции. Она началась 18 февраля по старому стилю 3 марта. Дальше событие во многом известно. Я хочу вам зачитать высказывание одного из тех, кто принимал отрешение из рук Николая Второго. Хочу сразу заявить, что и нашей сегодняшней власти, если вы помните исторические уроки, если вы бы серьезно задумались о том, что еще за несколько дней, до разразившейся в феврале 17-го года события, тогдашняя элита даже представить себе не могла того, что позднее писал в своих воспоминаниях Василий Шульгин, который был тогда депутатом Государственной Думы, убежденным монархистом, принявшим в итоге отречение лично из рук Николая Второго. Вот что он говорил в книге своих автобиографических записок дней. Дословно. Уже несколько дней мы жили на вулкане. В Петрограде не стало хлеба. Происли уличные беспорядки, но дело было, конечно, не в бунте из-за хлеба. Это была последняя капля. Дело было в том, что во всем этом огромном городе нельзя было найти несколько сотен людей, которые бы сочувствовали власти. И даже не в этом. Дело в том, что власть сама себе не сочувствовала. Не было в сущности ни одного министра, который верил бы в себя и в то, что он делает. Класс былых властителей сходил на нет. Показали полную недееспособность управлять страной в этих условиях. Приходит буржуазное и временное правительство либералов. Такие же болтуны не способны решать ни одной проблемы. Ни одно желание граждан и народа не было выполнено. Если вывести из войны, не решить вопрос о земле, не восстановить нормальную власть советов. И сменилось несколько составов правительства. В этом году наступило октябрь. Партия большевиков в главе Ленина, по сути дела, спасла страну, которая охватила анархия и которая распадалась на глаза. Мы сегодня собрались на круглый стол для того, чтобы рассмотреть тему от февраля к октябрю. Нам очень важно в нынешних условиях глубоко исследовать эту проблему, понять причины, сделать правильные выводы. И все сделать для того, чтобы наша страна, которая находится тоже в кризисе, обложена санкциями. Уже Бундесвер господствует Прибалтики. Уже нацисты-бандеровцы засели и правят на Украине и расстреливают мирный Донбасс. Уже террористы охватили целые крупные регионы. В мире тоже многое сдвинулось. Тот мир, который американцы строили последние 70 лет, тоже распадается на глазах. Нам очень важно провести параллель от тех событий к нынешним и найти решение, которое позволило стране мирно и демократично выбраться из тяжелейшего положения. Поэтому я призываю всех участников нашего круглого стола осмыслить глубоко происходящее. Здесь ученые, специалисты. Мы уже проводим не первый круглый стол. В «Правде» и других газетах будут представлены целые страницы для обобщения этих материалов. Мы создали оргкомитет. Он рассмотрел весь порядок подготовки и проведения к столетию Великого Октября. На это откликнулся весь, на мой взгляд, прогрессивный мир. Уже около 150 партий и организаций поддержали и заявили о том, что они будут участвовать в наших мероприятиях. Откликнулась китайская компартия, вьетнамские наши друзья, кубинские и многие другие. Лидеры левых народно-патриотических партий и движений, которые собирались недавно в Вьетнаме, участвовал Новиков Дмитрий Георгиевич, мой зам, официально обратились к нам, чтобы мы провели большие встречи и празднование этих событий в Москве и Ленинграде, Петрограде. Мы к этому готовы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин